Привет, меня зовут Гульнас, и я очень рада видеть вас на своем канале. Ну а сегодня я приготовила для вас потрясающе красивый, нежный, воздушный урок по пошиву простой юбки-пачки из фатина. Эту идею предложил мне детский центр Саба и Лар, который находится в Казани, и совместно с ними мы провели мастер-класс для мам, девочек, которые ходят на танцы в этом детском центре. Девочки занимались танцами, а в это время их мамы шили для них юбки. Получается очень нежная и, я уверена, вашим дочерям такая идея понравится. Да и не только им. По аналогии вы можете сшить подобную юбку и на взрослые размеры. Но и самое приятное, эта юбка шьется очень быстро и просто. Для пошива детской юбки-пачки из фатина нам потребуется основная ткань, то есть фатин, сетка, около метра ткани в длину, при ширине 3 метра. Из таких размеров ткани мы получим три слоя юбки, то есть три слоя детали солнца. Юбка предполагается на 5-7 летний возраст девочки и при обхвате талии равной примерно 50-55 сантиметров. Такое количество фатина будет достаточно даже для того, чтобы сделать небольшую сборку по уровню талии. Таким образом юбка будет еще пышнее. Поскольку фатин полупрозрачный, то нам необходимо будет добавить подкладочную ткань. В качестве подклада в этой юбке используется тонкая плательная блузочная ткань. В своем составе она немного имеет эластаны, поэтому слегка растягивается. Но в целом советую подбирать ткани легкие. Желательно, чтобы состав был хотя бы немного натуральным. Ну и конечно ткань должна быть приятна к телу для того, чтобы не раздражала кожу. Можно использовать хлопок, шелк, атласные ткани, атласный шелк. Подкладочную ткань необходимо намного меньше. Если вы хотите иметь цельную деталь подклада юбки солнца, то вам потребуется ткань длиною равной, двум длинным изделиям. К примеру, если длина юбки равна 30 сантиметров, то мы умножаем это значение на 2, получаем 60 сантиметров и добавляем около 20 сантиметров. Итого 80 сантиметров. Но можно юбку солнца скроить состоящую из двух деталей. В таком случае вам потребуется в два раза меньше ткани, иными словами 40 сантиметров. Чуть позже мы увидим, как можно скроить из двух деталей и как из одной. Таким образом, вам потребуется либо 40, либо 80 сантиметров ткани в длину при ширине 140-150 сантиметров. Также можно дополнительно добавить небольшую длину для пояса на резинке. Достаточно будет около 8, максимум 10 сантиметров. Возможно, будут образованы после раскроя юбки небольшие остатки. И из этих остатков можно скроить пояс. Поскольку юбка по уровню талии будет фиксироваться на резинке, нам потребуется эластичная резинка примерно шириной 2-3 сантиметра. Ее длину можно рассчитать, замерив обхват талии. К примеру, если обхват талии равен 55 сантиметров, можно взять длину резинки как раз такого значения. Либо, к примеру, на 5 сантиметров меньше. Все зависит от степени растяжимости резинки. Она может быть индивидуальной. Поэтому степень комфортности лучше замерять прямо на фигуре ребенка. Также при желании в качестве декоративного элемента по талии можно завязывать атласную ленту, но это не обязательно. Для пошива нам потребуется только одна нить армированная либо полиэстерова, самое главное в цвет. Ею мы будем стачивать срезы, то есть соединять детали, а также обметывать строчкой зигзаг. Но если у вас есть оверлок, то вы можете воспользоваться им и обметывать срезы оверлоком. Но он потребуется только при обработке подкладочной детали, поскольку фатин мы не обметываем, он не осыпается. Но и в целом излишние нитки будут создавать неаккуратный вид. Поэтому лучше всего фатин стачивать ниткой, максимально подобранной в цвет, и срезы не обметывать, поскольку в этом нет необходимости. Но и другие инструменты, которые вам нужны в процессе пошива, мерная лента, портновские булавки, мел и ножницы. Начнем пошив с подкладочной детали. Построим выкройку юбки подкладочной детали и основных деталей с фатина. Как правило, при построении юбки солнца используют мерку обхвата талии. Но поскольку мы будем шить юбку на резинке, то есть без дополнительных молний и застежек, то нам необходимо, чтобы ребенок мог комфортно надеть юбку и провести ее через уровень бедер или наоборот через уровень плеч, в зависимости от того, как мы надеваем юбку. Поэтому мы возьмем значение мерки обхвата бедер, разумеется, если это значение больше, чем мерка обхвата талии. Если обхват талии больше, то, соответственно, за величину среза юбки мы возьмем мерку обхвата талии. Одним словом, то значение, которое больше. Воспользовавшись этой меркой обхвата талии либо бедер, мы рассчитаем радиус с помощью формулы. Для этого нам необходимо обхват бедер разделить на 2 и полученное значение умножить на постоянный коэффициент 0,32. И, к примеру, мы получили 10. 10 сантиметров — это радиус, которым мы воспользуемся для построения юбки солнца. Итак, этот радиус нам необходимо будет отложить от точки на 360 градусов, то есть по всему кругу. Таким образом мы откладываем 10, 10, 10 во все стороны. После этого соединяем вспомогательные точки и получаем ровный круг. Таким образом мы обозначили линию срез талии. Далее нам необходимо обозначить длину изделия. К примеру, до уровня колена для ребенка 5-7 лет — это 30-35 сантиметров. И теперь от линии, от среза талии нам необходимо будет отложить, к примеру, 30 сантиметров также во все стороны. 30, 30 и так далее по всему кругу на 360 градусов. Для того чтобы каждый раз не замерять это значение, вы можете просто от центра замерить длину радиуса и длины изделия в сумме, то есть, к примеру, 40 сантиметров. И затем, приложив мерную ленту, просто по кругу прочертить это значение на 40 сантиметров. И таким образом мы получим юбку солнца. Внутренний круг обозначает срез талии и внешний большой круг обозначает линию низа изделия. Посмотрим, как можно разложить лекала. Для начала рассмотрим вариант с подкладом. Итак, представим, у нас ткань стандартной ширины примерно 140-150 сантиметров. Вдоль длины идут кромки с двух сторон. Сейчас мы рассматриваем вариант раскладки лекал для детской юбки. Для взрослых количество ткани, разумеется, увеличивается и вследствие меняется способ раскладки лекал. Мы получили деталь юбки, имеющей радиус от центра до низа изделия, примерно равный 40 сантиметрам. Такую деталь, то есть, полный круг, мы можем приложить не разделяя. То есть, прикладываем к одному слою ткани, к краям внутренний круг, то есть, срез талии. И таким образом, мы получаем цельную деталь юбки солнца без каких-либо швов. Это очень удобно и упрощает работу. Посчитаем, какое количество ткани в таком случае нам потребуется. Таким образом, до середины юбки солнца, как мы рассчитали, радиус равный 40 сантиметрам, то есть, от низа изделия до середины. И мы добавляем ту же самую длину, поскольку это была лишь половина юбки, плюс еще 40 сантиметров. Итого, длина ткани, которая нам потребуется для раскроя полного круга, без каких-либо швов, это двойная длина общего радиуса. Либо длина изделия плюс радиус, умноженный на 2. Если раскроить деталь юбки солнца, состоящей из двух частей, то расход уменьшается. К примеру, мы раскроим одну половинку юбки, а второе можем приложить вот сюда, направив в другую сторону. Таким образом, обе половинки умещаются в пределах одного радиуса, то есть, длины изделия плюс радиус от центра до среза талии. Таким образом, количество ткани нам потребуется в два раза меньше, то есть, 40 сантиметров. Каким образом кроить, выбирайте сами. Но в результате экономичной раскладки лекал вы получаете два боковых шва. Ну, а что касается верхних фатиновых деталей, то раскладка в данном случае аналогична. Просто, в отличие от подкладочной ткани, ширина ткани в два раза больше, то есть, составляет 3 метра. И поэтому вы можете в пределах 80 сантиметров вложить в одну ширину около трех деталей солнца. И мы получим таким образом три слоя юбки в пределах одной ширины, то есть, 3 метра. Но если, к примеру, фатин, с которым вы работаете, не имеет такой ширины, то в этом нет ничего страшного. Вы знаете, как можно раскладывать лекала в пределах стандартной ширины ткани. Ну что ж, выкройка готова. Как раскладывать лекала, мы поняли. А теперь переходим к раскрою. Но прежде хочу сообщить вам о том, что вышел в свет мой новый видеокурс по женственной закрытой благонравной одежде. Курс называется «Мусульманская одежда», но это не означает, что он предназначен только для мусульманок. Поэтому курс вы научитесь шить огромное количество разных моделей платьев, спортивных и купальных костюмов, а также других нарядов для любых случаев жизни. Курс очень объемный и содержит в себе огромное количество информации. И самое главное, при покупке курса вы получаете неограниченный доступ к материалам на всю жизнь, а также поддержку и обратную связь преподавателя. Для заказа курса напишите мне на почту happiness.gmail.com. Я расскажу вам о всех подробностях. Раскроили детали подклада, отложив по сантиметру на швы по всем срезам. Если вы раскроили одну цельную деталь юбки солнца, то вам ничего не нужно соединять. Но если подкладочная деталь юбки состоит из двух частей, то вам необходимо приложить одну к другой лицом к лицу и соединить боковые срезы. Сначала скрепляем булавками по двум срезам, а затем даем строчку на 1 сантиметр от края по двум боковым срезам. Эти срезы можно обметать. Но, к примеру, если ваша ткань не осыпается, то срезы можно и не обметывать. Соединили боковые срезы и обметали их, если они у вас есть. И также можем сразу обметать зигзагом либо оверлоком нижние срезы, то есть срез с низа изделия. Раскроили три слоя юбки солнца из фатина. И теперь можем прикрепить их друг к другу по кругу по срезу талии для того, чтобы они не смещались. Просто прикрепим булавками. Аккуратно подтяните все срезы друг к другу. Прикрепили все три среза вместе с помощью булавок. Скроим пояс. Для этого нам потребуется решить, какой ширины в готовом виде мы хотим иметь пояс. Можем, к примеру, ориентироваться на ширину резинки. Если ширина резинки составляет 2 сантиметра, то пояс должен иметь ширину в готовом виде не меньше двух сантиметров. Желательно больше, к примеру, два с половиной сантиметра. Для того, чтобы резинка внутри пояса могла свободно перемещаться. Таким образом, если пояс имеет в готовом виде ширину два с половиной сантиметра, то поскольку он двуслойный, нам потребуется уже пять сантиметров. Ну и конечно, не забываем добавить по сантиметру на швы с каждой стороны. Итого 6-7 сантиметров деталь пояса в ширине, если мы хотим иметь пояс в готовом виде равный 2 с половиной сантиметра. Ну а длина пояса должна быть равна либо мерке обхвата талии, либо мерке обхвата бедер, в зависимости от того, какое значение больше. Если обхват бедер больше, например, равен 60 сантиметрам, то мы берем это значение в качестве длины пояса. Для того, чтобы юбка могла свободно пройти через уровень бедер, либо через уровень плеч. Этой ширины также будет достаточно. Итак, если мерка обхвата бедер равна 60 сантиметрам, то нам необходимо скроить полоску длиной 60 сантиметров и аналогично добавить по сантиметру на швы с каждого конца. Итого, длина детали пояса должна равняться 62 сантиметрам. Но если, к примеру, вы кроите пояс из остатков и ткани для того, чтобы скроить цельную длину детали не хватает, то можно скроить две детали пояса. В таком случае вам необходимо будет каждую из деталей скроить равной половине значения обхвата бедер. К примеру, 30 сантиметров и добавить по сантиметру на швы с каждой стороны. Далее складываем пояс пополам, если он состоит из одной детали, либо лицом к лицу две детали и скрепляем короткие срезы. После этого нам необходимо будет дать строчку на 1 сантиметр с каждого конца. Заготовим резинку. На один конец резинки накладываем второй, заводя примерно 1 сантиметр друг на друга. Закрепляем при необходимости булавкой и даем строчку прямую либо зигзагом для того, чтобы скрепить два конца пояса. Таким образом, они будут присоединены друг к другу практически плоско и эта ширина не будет отличаться от остальной ширины резинки. Прострочили по коротким срезам пояса и теперь и приложим к изнаночной стороне резинку, которую также соединили по двум концам. Далее складываем пояс пополам. Кстати, срезы желательно раскрыть, разутюжить в разные стороны. Складываем, соединяем срезы по поясу и прикрепляем булавкой. Желательно не зацеплять резинку для того, чтобы она могла свободно перемещаться внутри пояса. Продолжаем соединять срезы пояса вдоль всей длины. Таким образом, мы оставляем резинку внутри. Соединили два длинных среза пояса в круговое и пояс может оказаться больше длиннее, чем резинка, поскольку резинка свободно растягивается. Вдоль длинного среза пояса можем дать строчку, которая бы сформировала полностью пояс, примерно на 5 миллиметров на 1 сантиметр от длинного среза. Просто в круговое для того, чтобы резинку зафиксировать внутри пояса. Далее строчку по круговой от среза по длинному срезу пояса и, таким образом, пояс заготовлен. Можем присоединять его к подкладочной и основной детали юбки. Итак, есть несколько способов присоединения всех трех деталей, то есть подклада, пояса и основной детали. Мы можем, во-первых, если у вас есть боковые швы или, к примеру, задний и средний шов по детали подклада, вам необходимо решить, какой стороной деталь подклада будет направлена к телу. Если, к примеру, вы не хотите, чтобы какие-либо срезы раздражали тело, то вы можете с изнаночной стороны юбки оставить лицевую сторону подклада. Но в таком случае срезы могут быть видны даже под тремя слоями фатина. Если вас это не смущает, то выбирайте комфорт. Но, к примеру, если деталь подклада получилась цельной деталью солнца, то есть без каких-либо швов, то здесь вопросы, конечно, отпадают. Итак, вы можете присоединить пояс несколькими способами. Вложить его между подкладом и деталями фатина. Таким образом, вам необходимо будет к изнаночной стороне подклада прикрепить лицевую сторону пояса и затем ко второй стороне пояса прикрепить основную деталь фатина. Таким образом, по изнаночной стороне никаких срезов по талии вдоль пояса не будет, то есть дополнительных раздражителей не будет, но при этом срезы останутся под фатином и они будут видны. Разумеется, вы можете обработать их зигзагом либо оверлоком, но если вас смущает эстетическая сторона изделия и вы не хотите иметь лишних ниток на видном месте, то в таком случае можно сначала соединить деталь подклада с фатиновой деталью, для этого нам необходимо вложить подклад в фатиновую деталь и присоединить в круговую срезы талии всех четырех деталей, то есть три слоя фатина и один слой подклада в круговую. Присоединили деталь подклада к фатиновым деталям в круговую и теперь к лицевой стороне юбки мы прикрепляем одну из сторон пояса, любую, поскольку они обе лицевые, прикрепляем и соединяем срезы. Оттягиваем пояс, оттягиваем срез талии и прикрепляем их друг к другу. Продолжаем прикреплять вдоль всего округлого среза талии, просто подтягиваем срезы талии по юбке и срезы по поясу, прикрепляем булавками. Далее нам необходимо будет дать строчку на 1 сантиметр от края и эти срезы мы должны обметать зигзагом либо оверлоком. Присоединили пояс к детали подклада и основной детали и срезы изнутри обметали зигзагом либо оверлоком. В целом юбка готова, подклад получился на несколько сантиметров короче, чем детали из фатина, а теперь при желании можем сделать тонкие незаметные шлевки для пояска. Выглядеть он будет вот так. Мы сделаем его с помощью ниток в цвет. Для этого заправим нитку в иголку и сделаем хороший узелок. Подцепим буквально пару миллиметров ткани в месте, при тачивании пояса к основной детали юбки. Либо заведем иголку изнутри, для того чтобы узелка не было видно по лицевой стороне изделия. Далее подцепим пару миллиметров ткани с лицевой стороны и затягивать нитку до конца не нужно. Оставьте небольшую петлю. В эту петлю проводим пальцы и пальцами захватываем хвостик, который выходит от иголки. Заводим этот хвостик во внутрь петли, держим за этот хвостик и формируем из него новую петлю, затягивая предыдущую. И двигаемся аналогично. Захватываем хвостик от иголки, тянем его и формируем из него новую петлю, затягивая предыдущую. Нам необходимо сформировать косичку примерно длиной равной ширине пояса. Можно буквально на 1-2 миллиметра длиннее. После этого в заключение заводим иголку в петлю и затягиваем иголку хорошенько, для того чтобы в конце косички образовался узелок. Подцепляем сверху пояса также пару миллиметров ткани несколько раз и делаем узелок. Срезаем лишнее и на этом шлевка готова. Завозим при желании поясок, ленту и на этом наша юбка будет готова. На этом наша юбка готова, как видите все действительно очень просто и требует совсем немного усилий. Я благодарю вас за просмотр этого видео. Подписывайтесь, если вы не подписаны и обязательно посмотрите предыдущие видеоролики. Я уверена, вы найдете для себя много интересного. Ну а если вы из Казани, я настоятельно советую вам сводить детей в детский центр Сабы Лар. Многие дети моих знакомых занимаются в этом центре и им очень нравится. Ну что ж, я желаю вам хорошего дня. Мы увидимся с вами в следующую пятницу. Под видео вы можете увидеть колокольчик и если вы хотите получить уведомления о новых видео, то обязательно нажимайте на него.